Солнцезащитные очки не только модный аксессуар. Именно они помогают сохранить здоровье глаз. Оказывается, ультрафиолет, попадающий на сетчатку, ранит ее и обжигает. Любители взглянуть на солнце теряют зрение, как говорится, на глазах. Ультрафиолет делится на несколько спектров светового излучения. Это УФА лучи, УФБ лучи и УФЦ лучи. В защите человек нуждается только от УФА и УФБ лучей. Они непосредственно воздействуют на роговицу глаза и вызывают ожог роговицы, который приводит к слепоте. Экологи, кстати, отмечают, солнце стало гораздо активнее, поэтому без защиты нам не обойтись никак. Правда, не все очки способны справиться с этой задачей. Как же распознать нужный вариант? Многие уверены, чем сильнее затемнены линзы, тем больше защищены наши глаза. Проверим. Вот две пары очков. Одни затемнены полностью, другие частично. Их мы относим в оптику. Там есть аппарат, который покажет, имеют ли очки защитный фильтр. Протестировать УФ-фильтры можно на специальном аппарате. Следующим образом мы подносим к аппарату линзочку, и она у нас должна показать не менее 380 нанометров, а именно она показывает 400. В данном случае это фильтровые очки, защищают они на 400 нанометров. Протестируем следующие очки. Это очки с градиентом, где есть темный верх и светлый низ. Подсоединяем опять также линзу, и видим, что показывает защита 400 нанометров. Итак, эксперимент показал, степень затемнения не влияет на фактор защиты от ультрафиолетовых лучей. Ведь этот фильтр, как туча, либо есть, либо нет. Проверить свои очки можно так же, как и мы, в любой оптике. Причем сделать это специалисты должны абсолютно бесплатно. Но при покупке обратите внимание на вкладыш. На нем должна стоять маркировка 400 и две ладзинские буквы ЮВ. Сегодня очки встречаются всех цветов радуги. Какой для ваших глаз лучше? Чтобы это выяснить, на солнце посмотрим через световые фильтры. Это телевизионный технический центр Останкина в синим, красном и зеленом цветах. А это королева красоты, Останкинская башня. На нее мы смотрим сквозь розовые очки. Честно говоря, особой разницы мы не заметили. Точку в этом вопросе поставит специалист. Такие линзы, как розовые, голубые, прозрачно-светлые, они меньше всего защищают от ультрафиолета, но используются чисто в косметических целях для имиджа. Линзы с коричневым цветом делают картину изображения более ярче, более контрастнее. Также бывает зеленый цвет линз. Эти линзы специально разработаны для людей, которые страдают заболеванием от глаукомы, а также очень хорошо для автомобилистов. Зеленые и желтые линзы делают яркий свет мягче, и он не режет глаза. Поэтому гонщики и пилоты рассекают просторы именно в таких очках. Кстати, раньше считалось, что стеклянные линзы самые лучшие. Аргументы такие. Линзы из пластмассы сильнее подвержены царапинам, а также искажают изображение. На самом деле линзы очков могут быть как из пластика, так и из стекла. Новые технологии сильно изменили эти материалы, теперь их качество практически безупречное. На сегодняшний день пластик разработали так, что покрытие приравное к минеральному стеклу. Поэтому очень качественные линзы полимерные, также пластиковые, и у них есть такая особенность, что они легкие и не бьются, то есть при падении. Потому что в стеклянных линзах есть один недостаток – это травмоопасность и хрупкость. Качество пластмассы проверить можно, но, увы, только в лаборатории. Правда, провести небольшой эксперимент все же стоп. Наденьте очки, посмотрите на любые предметы вблизи. Снимите очки, снова наденьте. Если вдруг закружилась голова, значит, линзы искажают изображение. Вы не заметили, а ваш вестибулярный аппарат подал вам сигнал. Такие очки брать не стоит. Важна и оправа этого аксессуара. Большие очки – не дань моде. Форма оправы должна защищать глаза от солнечного света со всех сторон. Берегите здоровье зеркала души, ведь зрение потерять легко, а восстановить очень сложно.